Приветствую вас и ключевой термин в ответе на вас. Вопрос будет системность. То есть, если мужчина поступил так первый раз, и для него самого то, о чем вы пишете, стало неожиданностью такой же большой, как и, например, для вас, то в таком случае реагировать нужно спокойно, потому что объективно мужчина вряд ли виноват, он рассчитывал на определенные какие-то обстоятельства, они у него не получились. В результате этого человек, как бы, подсчитывал, что его планы сорвались-сорвались, и он не смог их поменять вовремя другим образом, другим путем. То есть, многое зависит от степени адаптируемости человека. Это тоже нужно понимать хорошо. Потому что у кого-то степень адаптируемости большая, и человек может отстраиваться под изменения, которые происходят в жизни, а кто-то не может. И вам это, к сожалению, нужно учитывать. Я думаю, что ситуация именно такая, в первую очередь. Дальше. Если мужчина ведет себя так уже не первый раз, и если вы замечали за ним и ранее такое вот поведение, такие поступки, то тогда, конечно, реагировать на это нужно в высшей степени адекватно. То есть, с одной стороны, скандалы и какие-то выяснения отношений не устраивают, потому что все равно в этом не будет никакого смысла. Но, с другой стороны, четко дать понять молодому человеку, что вы такую вот позицию, такое отношение по отношению к себе, такую линию поведения терпеть не будете. То есть, вам это неприятно. И мужчина либо держит свое слово, либо он его не держит, но тогда вопрос доверия между вами вообще не стоит. Потому что, ну, объективно нельзя доверять человеку, который вот так может поступить, вот так может вообще-вообще, условно говоря, бросить вас на ровном месте. То есть, это вот, ну, это нельзя, конечно, соплощать. А если такое было в первый раз, и, в общем-то, до этого никогда подобного не отлучалось, то в таком случае можно отнестись спокойно, отнестись с пониманием, сказать мужчине, что, ну, что поделать, ничего страшного, я понимаю, и, в общем-то, просто спокойно показать, что вам неприятно, и все. То есть, больше здесь вы ничего сделать рано не сможете. Да и не на этот день больше ничего делать, потому что мужчина, если он заинтересован в том, чтобы быть с вами, он и так понимает прекрасно, что его поведение, насколько говоря, не блещет какими-то правильными триггерами, правильными нормами и так далее. Повторяйтесь отреагировать спокойно, максимально спокойно для вас, если возможно, потому что ругань все равно ни к чему хорошему не приведет. Ну, а если человек будет повторять свое поведение, если вы увидите, что мужчина вот так вот, или если мужчина уже просто не первый раз так поступает, то вам здесь, в этой ситуации нужно быть предельно категоричной и не позволять человеку с вами вести себя именно так, потому что это поведение граничит с пренебрежением, и это поведение граничит с определенной долей, ну, я бы сказал, не осознавания того, насколько вы дороги, и не восприятие вас как дорогого любимого человека. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать по вашей ситуации. Не стоит, конечно же, на основании одного этого случая, как вам сказал мой коллега, оставаться, потому что ситуации действительно бывают разными и, может быть, мужчина сам не рад тому, что произошло, но в любом случае показать ему, что так поступать нельзя, то есть вести себя нужно спокойно выдержанно, но холодно, вот эта вот холодность, она на самом деле, я бы сказал, что она обязательно холодна, потому что если вы покажете ему ощущение, что ну ладно, ну подумаешь, как бы, ну подумаешь, да, там, и обломав наше свидание, подумаешь, ничего страшного, если вы так сделаете, то вполне вероятно, что мужчина повторит такое еще. То есть он будет раз и разом это делать. Вам же этого не хочется, поэтому нужно предпринять соответствующие меры для этого. А меры, они могут быть только одними, это спокойное поведение человека, который уверен в себе, который знает, чего он хочет, но который при этом не даст себя в обиду, который покажет, что, в общем-то, скандалить и грубить из-за этого не будет. Например, вы не будете из-за этого скандалить и грубить. Но и вот так просто спускаться на тормозах тоже не будет. То есть молодому человеку лучше всего будет показать, что он теряет в случае, если вы вот так вот, ну если вы будете оказываться в подобном поведении. Понимаете? То есть вот этот момент вам тоже нужно показать. То есть не надо, с одной стороны, выглядеть для него такой, знаете, капризной женщиной. Это капризность, она ни к чему хорошему, опять-таки, не приведет вас и ваши отношения. То есть капризной быть не стоит. Но, с другой стороны, не стоит быть и, знаете как, все прощающей. Особенно на таких вот, ну на такой стадии отношений, условно говоря. Потому что на такой стадии отношений нужно показывать, где граница дозволенного у мужчины. И показывать, что если человек хочет быть с вами, то ему нужно для этого что-то делать. Ему нужно для этого как-то стараться. Ему нужно для этого прилагать какие-то усилия. И вот тогда, как раз таки, вы и будете с ним. Вот, на этом, я думаю, можно закончить ответ на ваш вопрос. Потому что сказано было все, что можно в вашей ситуации. Надеюсь, что помог. Желаю вам всего доброго и удачи. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok